Аудио переговоры, видеозвонки, денежные переводы, электронная переписка. Отечественный провайдер внедряет информационные технологии за решетку. Пользоваться подобного рода благами цивилизации, осужденные, отбывающие наказание в учреждениях уголовной исполнительной системы страны, начали несколько лет назад. Телекоммуникационные услуги за решетку предоставляет оператор связи «Зона Телеком». Новые информационные технологии пришли на помощь не только осужденным, но и сотрудникам тюремного ведомства. Обо всем по порядку в нашем сегодняшнем выпуске программы. Дорогая моя мамочка, здравствуй. Пишет тебе твоя любимая дочь. Я снова пишу тебе цветоколонии и снова очень скучаю по тебе. У нас снег. На себя жутко не хватает мам. Это душа моя, Макс моя, сердевочка. Я тебя очень сильно люблю, моя золотая. Не плачь, Аминка. Главное, вы все живы, здоровы. А остальные, ну что ты плачешь сейчас? Все, не плачь, Аминка. Мои золотые рыбки – самые красивые дети в мире. Самые красивые. Меня зовут Садия. Я нахожусь на исправительном учреждении ИК-8. Сижу уже очень долго. У меня срок 8 лет и 6 месяцев. Меня зовут Мадина. Я убиваю свое наказание в исправительной колонии номер 8. Уже 6-й год. Страшно хочется домой, правда, очень к маме. Она меня ждет, приезжает, поддерживает, как может. Я средовала женат Шамханна. Срок у меня 7 лет. Здесь я нахожусь уже 2 года и 4 месяца. До этого отбывала в колонии в Подмосковье. До конца срока мне осталось 2 года и 6 месяцев. Меня зовут Милана Барзукаева Милана Рамзановна. 87-го года рождения. Статья 105-я, часть 1-я. Живу я в Кизель-Урте, ИК-8. Эти женщины за решеткой находятся не один год. И каждая из них мечтает только об одном – поскорее оказаться дома, рядом с родными и близкими. У меня двое детей. Старшую дочку зовут Мария, мне 12 лет. Мальчика зовут Ренат, ему 9. Я очень сильно скучаю. Хочу побыстрее выйти отсюда. Из-за моих ошибок, из-за моих глупостей мои дети страдают без меня. Я очень сожалею, конечно. Но сейчас я исправилась. Хочу побыстрее выйти отсюда. Быть рядом с детьми. В тот момент, когда это все произошло, честно могу сказать, если бы лучше со мной что-то случилось, чем я вот это постоянно думала. И с этими мыслями я жила. То есть никому это не понять. И никто не может осознать, какое ощущение это испытывать. Человек, который лишает другого человека жизни, честно. Это очень тяжело, правда. Наверное, оказаться со своими детьми рядом. Мы всегда были вместе, поэтому, разлучившись как-то, человек уже понимает, что он на пределе чего-то там. Нету близкого человека рядом. В основном детей, конечно. Очень разрывается душа. Время приходит такое, месяц-два-три проходит, держимся, например. Потом бывает очень тяжелый период, когда очень хочется к родным своим. Быть рядом с ними, обнять их, поцеловать. Каждую ночь ложимся спать, мы думаем о них. Просыпаемся, думаем то же самое о них. Мама и ребенок для меня – это самое святое, самое любимое, то, что есть. Для того, чтобы приблизиться к мечте, каждая из этих женщин работает на веренном ему участке. К примеру, садия Мурзаханова трудится в швейном цехе. Все, что зарабатывает, отправляет домой своим детям. Я работаю на швейном цеху. То, что я зарабатываю, я собираю, своим детям отправляю. Чтобы они не нуждались, хоть дали от них, я хочу помочь им. Чтобы не нуждались они ни в чем. Мадина очень любит писать письма маме. Так она чувствует с ней непрерывную связь. Признается, раньше приходилось ждать долго ответные письма от матери. Теперь же все стало намного проще. Я очень люблю писать письма. И эти письма меня, знаете, как спасают здесь. Я как будто постоянно в диалоге с мамой. Ну, пишу не только маме, но и друзьям, подругам своим. Они мне делятся какими-то новостями там, что происходит в мире. Мама – самый главный человек в жизни каждого. И что бы ни случилось, какой бы поступок она ни совершила, она не перестанет быть матерью для своих детей. Мои золотые. Как у вас дела, Ани? Дела как? Мои девочки. А где Алинка? А, в школе? Понятно. ОГ у нее? Подготовилась хоть? А, проверю. Хорошо. Ничего, вот решила вам позвонить. Соскучилась очень сильно. У меня трое детей. Двое внуков. Еще на подходе один внук. Вернее, внучек, две внучки и на подходе внук. Одна роковая ошибка, и эта девушка по имени Милена оказалась за решеткой. Пугали ее некаменные высокие заборы и колючая проволока, потеря связь с родными и близкими. Алло, мамулечка, привет, моя золотая. Ничего, моя хорошая, нормальненько все. Да, мамулечка? Я, когда маму слышу, мне очень тяжело бывает. У меня мама очень сильно заболела. Я узнала в октябре месяце об этом, но в эту трудную минуту я не могу с ней находиться рядом. Она постоянно в больницах, на химиотерапиях. Держится она изо всех сил, чтобы дождаться меня. Берет с меня обещание, я беру с нее обещание. Она мне обещает то, что она будет ждать, то, что дождется меня. Верит в чудеса тоже. Не так давно все изменилось. Отправлять письма по почте, фотографии, слышать голос родных и даже видеть. Все это стало возможным. Слава Богу, в нашей колонии появились вот недавно электронные письма. Это гораздо удобнее, быстрее. И помимо этого фотографии мы можем пересматривать. Нам отправляют фотографии. Благодарны, спасибо большое, администрации и колонии. Естественно, и зона телеком в этой поддержке для нас. Она очень важна. Я через зону телеком отправляю им деньги, перечисляю на их счет. Благодаря зону телеком мы поддерживаем связь и по видеозвонку, и по таксофонному звонку. Поддерживаем связь и знаем, что происходит в семье. Они также уверены, что с нами все хорошо, потому что видят нас по видеозвонку. Ну, естественно, меня дома ждут и дети, и внуки. Очень ждут. Был коронавирус, очень было тяжело. У нас была возможность хотя бы услышать родных и близких, узнать, как там дома. У нас болеют, не болеют, да. Многие наши девочки потеряли своих матерей. Это очень трагедия сильная была для нас всех. Например, мы болели за это. Спасибо большое, что есть таксофонные звонки, постоянно связь у нас с родными и близкими. У каждой осужденной есть своя постоянная карта «Зона телеком». Приобрести можно один раз, а затем просто пополнять баланс. В 2010 году в тесном сотрудничестве с учреждениями головной исполнительной системы был разработан проект телефонизации с 2017 года, который функционирует и в нашем учреждении. Само внедрение от сети «Зона телеком» значительно увеличило доступность разрешенной связи для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Что позволяет им теперь не прерывать связь с семьей и близкими. К примеру, в 2021 году услугой телефонной связи воспользовались более 13 500 раз. Это огромное количество. А услугой видеопереговоров воспользовались более 120 раз. С появлением связи «Зона телеком» естественно благоприятно влияет на осужденных и поддержание их социально полезных связей с родственниками. Видеозвонки, которые проводятся с ними регулярно, выходные и праздничные дни, нерабочее время. Также, естественно, лучше не только слышать родственников, но и видеть их. «Зона телеком» – это связь с родными и близкими, людьми. Есть возможность увидеть их. Есть возможность побывать дома через видео. Посмотреть, какие изменения, что происходит вообще внутри. «Зона телеком» – это возможность быть всегда на связи с детьми. Возможность о переводе денежных средств. «Зона телеком» – это единственный способ связи с близкими, с родственниками. Я считаю, что это большой прорыв, это шаг, это воздух, немножко свободы. По словам специалистов, преимущество виртуального провайдера IP-телефонии в том, что она защищенная. Это интернет-провайдер, но защищенный. То есть канал защищенный – это самое главное. Персональные данные людей, это же, как бы, в 21 веке, это немаловажное тоже. Поэтому идет защищенный интернет-канал, по которому распределяются все эти услуги, которые я перечислил выше. Сеть «Зона телеком» пришла на помощь не только осужденным, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и сотрудникам этого ведомства. Вас приветствует система оповещения личного состава. Для подачи сигнала введите час объявления тревоги. Введите идентификатор сигнала тревоги согласно списка. Я работаю в этой системе с 98-го года. Работаю почти меньше года, только работала младшим инспектором, дежурной работаю. Первое время оповещали каждого человека, оповещали путем, ну, домой ходили, стучали, и вот они пешком приходили. Это даже транспорт, они были со всего города. И сейчас потом стали, конечно, стало легче по городскому телефону, у кого возможно телефоны есть, звонили. Потом мобильную связь, когда это появилось, по мобильным звонили. А сейчас вот одним звонком запускаешь эту зону телеком, несколько операций совершаешь и всех одновременно поищаешь. Проект «Зона телеком» будет развиваться, расширяться и улучшаться. Разработчики продолжают свою работу именно над этим. Я как старший инженер, у меня есть и техники подчинения, мы вот осуществляем именно техническое сопровождение данной системы. То есть бывает где-то воспитательная служба, у них что-то не работает по линии «Зона телеком» или нужно проводить какую-то модернизацию, какие-то улучшения данной системы. Мы вот как технические специалисты сопровождаем вот эту систему «Зона телеком» на базе ИК-8. Одна из главных целей телекоммуникационной сети «Зона телеком» – дать возможность осужденным поддерживать связь с родственниками. А как известно, социально полезные связи осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, выступают важным фактором, стимулирующим их исправление. Это является приоритетным направлением в деятельности уголовной исполнительной системы. Задачи у тех и этих общие, потому и цели, возможно, будут достигнуты гораздо быстрее и эффективнее. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа о родине», и я ее автор и ведущая Сегибат Яхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова